Как хорошо быть счастливой! Как хорошо быть счастливой! А теперь я хочу вспомнить, девочка мне одна написала письмо такое, прям жалостливое такое мне ж... моя курочка золотая, она пишет, что она полненькая, что она... А какая у вас диета? А как вот вы себя так держите? Вот сказать честно, вот сказать честно, вот я сейчас сижу на этой диете, вот она у меня диета, как я. Это все зависит от... Вот у меня под задницей, под моей. Вот такая диета, я уже об этом показывала. Это действует, девочки, это реально действует. Вот я не знаю, как сказать, что самопрограммирование, самовнушение играет громадную роль в нашей жизни. Знакомые моей мамой говорят, ой, бедная девочка, ты такая худая, да кто ж тебя замуж возьмет? Все. И у меня был, у меня раз уже установочка такая, бедная девочка, несчастная, значит я страшная, значит я такая. Всего-навсего. То есть отсюда все начинается. Вот это самое страшное, когда детям говорят, да ты там некрасивый, да у тебя там... Да посмотри на свои ширины. Ни в коем случае, ни в коем случае. И вот тебе, моя хорошая, полненькая девочка. Девчонки, не парьтесь, мы не можем быть все одинаковыми. Если бы мы были все длинными и худыми, бедными мужчинами, они бы, наверное, вымерли бы от того, что отдайте нам разнообразие. Именно счастье в разнообразии. Если бы все города были одинаковые, все дома были бы одинаковые, если бы вся пища была одинакова, борщ и хлеб, да мы бы поздыхали бы. Поэтому не надо. Каждый из нас оригинален по-своему. Разнообразие, это, наверное, это лучшее, что есть вообще в мире, в жизни, на этой планете и вообще. Поэтому, опять же, я все время сберется, потому что очень многое хочу сразу сказать. Опять же, возьмем маленький пример. Есть шарики надувные. Один шарик надуваешь, он получается круглый, другой надуваешь, он получается такой длинный. И как ты, что ты там не делаешь, все равно длинный шарик останется, надуется в длину. Круглый он все равно надуется в ширину. Какая разница? Какая разница? Понятное дело, да, я против ожирения. Я категорически против ожирения. Но если чуть-чуть полнота, если вот такая форма, Бог тебя такой создал, с такими формочками, с круглыми, да ради Бога, да расслабься. Единственное, что, вот секрет открою, это работает 100%, после 4 часов вечера вообще ничего не кушать. Я когда-то рассказывала, анекдот такой замечательный был. Сейчас еще раз перескажу. В поезде едет бедный студент голодный и такой этот колхозник такой, мясо достает, кушает. А студент смотрит голодными глазами. Он ему говорит, что, голодный? Студент говорит, да, голодный. Он говорит, ну, выпей 3 литра воды, тогда покушаешь. Студент пил, 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 пил эту воду, пил, пил, напился. А колхозник ему говорит, ну, теперь садись, кушай. Студент говорит, не, а я не хочу. На что ему колхозник говорит, да то ты просто пить хотела, не есть. Поэтому это, я когда услышала этот анекдот, я валялась. Это, ну, сколько, ну, сколько там правды, голые правды, хочешь кушать, вот хочешь сильно кушать, вот влей в себя 2-3 стакана, ну, не стаканы, а 2-3 бутылочки воды, влей в себя, и ты поймешь, что ты кушать не хочешь. А я на себя такие часто эксперименты проводила. Ну, бывает, вечером захочешь кушать. Ну, у меня, я что же раньше, я могла лезть в постель, ну, там еще бьял, макароны там с чем-то, с телевизор смотреть, и так лежа там чуть ли не в постели есть. И потом, я уже не помню, по-моему, племянница моя мне сказала не кушать. Ну, кто-то мне сказал, просто вечером не кушать, и все, оно все сразу пошло на убыль. Ну, естественно, стараться чуть-чуть побольше ходить, стараться побольше там прыгать, стараться побольше, и... Ну, кушать надо все, не надо себя мучать, не надо, потому что диета, кто сидит на диетах, посмотрите на них. Они все нервные, они все чокнутые, они все... Не надо, не надо себя так мучить, просто надо довериться своему любимому телу, и сказать, я тебе, тело, я тебя так, мою любимую, люблю и уважаю, ты у меня самая красивая, давай вместе будем, давай вместе будем поддерживать тебя в порядке. Вот и все. Что я еще хотела сказать? Сейчас. Сейчас, я просто прочитаю вот это, я просто прочитаю такие, ну, такие просто замечательные слова, лучше просто не бывает. Чаще всего мы смотрим в зеркало только для того, чтобы уточнить, что у нас не так. Как это правильно? Я была точно такая же, я смотрела на себя в зеркало, и вот это не так. И золото тут, у меня немножко такой, он кривенький такой. Да ничего не кривенький, на общей массе ничего не видно, все нормально, все прекрасно. Прещичек вот у меня сегодня, ну ладно, не важно. У кого-то прещичек, у кого-то, да ради Бога, да успокойтесь, поверьте своим, доверьтесь своему телу. Ничего страшного, сегодня прещичек там где-то, даже на солнце бывают пятна, о чем мы говорим. Поэтому успокоились, полюбили себя всеми фибрами своей любимой души. И вот сто процентов, сто процентов даю гарантии, как только вы себя полюбите, как только вы сможете смотреть на себя в зеркало с улыбкой, с радостью, и говорить, боже, какая я красивая, какая я счастливая, какое у меня шикарное, замечательное тело. Вы посмотрите, все придет в норму. И размеры немножко уменьшатся, и кожечка подтянется, и морщинки разгладятся. Я сейчас свои морщинки покажу. Я хотела пока... Кстати, вот это вот у меня очки минус 6,5. Вот какие у меня глазки маленькие кажутся. Сейчас я слезки вытру от солнца. И вот если я поднимаю очки, вот так, вот мои глаза какие громадные. Громадные, красивые, выродительные глаза. В очках они вот такие маленькие. Морщинки разглаживаются. Особенно утром, когда приним... Вообще всегда с собой надо разговаривать. Особенно утром, когда я иду принимать душ, я становлюсь под этой души. Надо расслабиться, надо получить бешеное удовольствие от пятиминутного душа. Вообще надо от всего получать удовольствие. Надо научить себя замечать каждую мелочь и от всего этого получать удовольствие. Я иногда вижу люди бегают, она бегает, у нее в ушах наушники, там она музыку слушает, она не теряет времени. Я тоже иногда хожу с наушниками. Уберу сейчас, кстати, он мне не нужен. Я тоже хожу иногда с наушниками, там какая-то новость, что-то, но я себя ловлю на том, что, боже, что же я делаю. Сверчки поют, когда с собакой гуляю. Боже, небо как... Тишина, да просто надо иногда просто побыть в тишине, само собой. Вытащите нафиг эти наушники с ушей. Если вы бегаете, обращайте внимание на листочки, которые падают. Боже, сколько красоты вокруг нас, и мы просто этого не замечаем, потому что нам надо прослушать, у нас это... Не надо, расслабились, расслабились. В душике расслабилась пять минут, получила просто громадное удовольствие, когда водичка, водичка льется на голову, закрыть глазки и самой себе сказать. Просто представить, представить. Вот у каждого из нас есть проблемы, у каждого есть какие-то неразрешенные вопросы. Просто представить себе... Дядя, она меня так посмотрела, я нормально. Просто представить себе, что вода смывает с вас все вот эти проблемы, все вот эти вот какие-то непрощенные обиды. И вот само себе, просто само себе говорить, смываются все проблемы, уходят, остается только радость, остается только счастье. Дядя, как на меня смотрит, хорошенький такой. Всяк тебе в ряду кофе будем вместе пить. Короче говоря, что я хочу сказать. Радуйтесь жизни, радуйтесь своему телу. Наше тело, это просто, это вот какой-то поток, вот допустим поток, и вот идут тела, и кто-то вот боженька вкладывает душу в каждое тело. Надо поблагодарить создателя за то, что он вообще нам позволил родиться. Ну ничего страшного, что у кого-то ноги длиннее, у кого-то там грудь больше, у кого-то там волосы шикарнее. Ну давайте я сейчас буду плакать, что у меня лысина просвечивается. Да и хай-хай, что бог с ней с той лысиной. Ну ничего страшного, это меня с ней... Ну да, я иногда замечаю сама. Ну и что, ну пусть светится черепочек, ну и красиво даже может. Надо во всем находить положительно. Очень даже красиво солнечные блики иногда играют. Ничего страшного, зуби кривенькие, да ничего страшного. зато человек хороший, самое главное. Поэтому девчонки и мальчишки, а мальчишки закомплексованы еще больше, чем девчонки, особенно, особенно бедная это половина мужского населения, как они закомплексованы с их размерами, их достоинством. Это не играет вообще никакого значения для нормальной женщины. Все это надуманная проблема. Даю руку на отсечение, что я права. Поэтому угомонитесь, угомонитесь, любимая женщина. Если вы с любимой женщиной, если она любит вас всей душой, ей совершенно по барабану, какого размера там у вас что-то. Мужики себя уродуют вот этими бешеными, вот этими накачиваем бешеных бицепсов. От этого ты не станешь красивее, от этого ты не станешь умнее, от этого ты не станешь добрее. Да, немножечко, да. Хорошо, когда есть. Да, я сама люблю, чтобы ручки были потянуты. Я тоже немножко работаю, но я себя не изнуряю, никогда не буду. Не надо изнурять себя. Девчонки молодые, они же изнуряют себя этой голодовками, чтобы быть такими, как всем, тонкими, как спицы. Зачем? Большинство мужчин любят полненьких женщин, пухленьких, булочку такую. У меня Танюшка есть подружка здесь, день рождения у меня есть, видео, день рождения у Татьяны. Такая пухленькая, такая красивая, украинская жинка, такая, ну прям, наливной, яблочко такая. Она говорит, да, я хочу похудеть, да, похудей, но если не можешь, не надо париться, не надо париться. Поверьте в своё любимое тело, поверьте в то, что вы лучшая, самая-самая лучшая, вообще лучше быть не может быть. Поверьте в то, что вы здоровы, что вас могу часто... О, мне жарко, мне жарко. Всё, пошла. Так, сейчас начну это. Всё, я вас всех люблю, обожаю. Эту тему продолжу потом, когда поеду, потому что я сижу, как хазовая камера, как анекдот есть. Товарищи фашисты, как же он говорит, учёра газовая камера, сегодня газовая камера. Вот что, посмотрели. Всё, пошла, фото я как в газовой камере. Всех люблю, всех люблю, всей душой. Все, каждая, каждая, вот сейчас каждая из нас, скажите сейчас сразу, я самая красивая, моё тело, самое красивое тело в мире, это моё тело. Повторите, повторите, громко, громко, чтобы сама себя услышала. И научитесь это говорить, не бойтесь, не стесняйтесь, я знаю, как это трудно сказать, признаться себе в этом. Всё, люблю всех, до безумия. Пока, пока, пока.